здравствуйте дорогие телезрители и конечно подписчики на канале youtube голова садовая и сегодняшняя тема красавица морковка и сейчас за 3 секунды я постараюсь вам рассказать что с ней нужно делать от посева до хранения морковь как вы видите да прекрасно просто но чтобы она была прекрасной вам надо запомнить несколько правил сейчас я разложу морковь которую я сеяла которую буду сеять та которая мне нравится которая не очень нравится с позолотой и без позолоты мы уже это рассматривали но сегодня речь не о самих семенах о том что же нужно сделать какие правила соблюдать чтобы морковь была чистой красивой ровной ну или большой как вы хотите грядку которую вы приготовили под морковь желательно бы чтобы она была из-под лука так как мухи морковные и мухи луковые они друг друга не переносят на дух и присутствие моркови на грядке с луком защитит ее по крайней мере от какой-то части этой морковной мухи почва которая приготовлена под морковь вот в год посадки весной нельзя запоминайте что нельзя делать с грядкой под морковь нельзя вносить свежий навоз раз нельзя вносить перегной первого-второго года лежания 2 нельзя вносить никаких раскислителей весной во время посадки 3 слышите меня пожалуйста услышьте хороша морковка будет не только после лука но и после капусты там где были удобрены грядки перекопка то есть что нужно сделать для морковки перекопка на глубину 35 сантиметров значит если вы посеете густо и со своими этими рядочками она будет тоненькая посеете очень редко и с расстояниями в 15 сантиметров между морковками будет пальца то я услышьте меня пожалуйста и вспомните вот мое поколение помнит нас гоняли в школе на морковку мы ее продергивали но как она была посажена еще раз возвращаюсь к этой теме вот такое расстояние между рядами под колесо трактора вот здесь и вот здесь ряды морковки причем они посеяны там даже не два там может быть три вида там такое ощущение что их просто вот так посеяли и мы тщательно школьники девочки и мальчики сидели и выдергивали так чтобы в этом ряду посеянном оставалось ну как бы да все таки несколько морковок не мешающих друг другу ну кто-то дергал просто таким образом но морковь которая росла на колхозном поле никогда не была поражена морковной мухой почему да потому что все просто вот это расстояние 30 сантиметров но у нас на грядках а вообще-то в колхозе там было поболее под колесо трактора оно всегда было сухое оно всегда проветривалось а муха морковная как известно любит когда вы вот так посеяли когда здесь тенечек и всегда влажно и она всегда готова залезть почву и поранить отложить яйца в плод морковки то есть в ее тело вот сюда вот вот посмотрите нет ни одного пятна а почему это не произошло то с ней да потому что правильное расстояние 30 сантиметров которое никак не поливается оно должно быть всегда разрыхлено оно должно быть всегда в таком состоянии сухом чуть ветерок между рядами и все высохло муха туда не полезет но вы делая такую грядку до вас жаба давит до посеять так как надо ну так и вы посеете здесь 2 рядочка здесь 2 рядочка будет соблюдены все будут соблюдены все правила морковки то есть если один рядочек посеете реденько значит будут пальцы если посеять вот так густинка будет морковная муха так выберите оптимальный вариант с расстоянием 30 сантиметров здесь два-три рядочка здесь два-три рядочка ну продергайте ее так чтобы она все-таки была не вот такая вот а все-таки вот такая прямая вы все должны понимать что весь труд наш весенне-летний это наш урожай это еда на целый год ну что вы без морковки можете вообще приготовить да ничего какой там плов ну для плова мяса нет так с овощами рис то куда вкуснее и полезнее вот это конечно красавица видите да это конечно samsung это еще не самый большой вариант но не обрезанный хвостик морковки и с этой и с этой стороны начали начал этот выпускать почки проснулись у него с этой стороны а здесь началось гниение поэтому вот это все нужно было бы обрезать перед хранением и здесь тоже подсушить и как хранить морковь но я слышу кто-то говорит песком пересыпать да боже ты мой вы себе представляете этот песок это количество если вы 10 ведер морковки заложили в подвал вам примерно 10 ведер надо и песка но он должен быть просушенный прокаленный и мама дорогая с ума сойти и всю спина отвалится пока вы все это сделаете поэтому предлагаю вам другие варианты переслаиваете пожалуйста морковь для хранения да вот здесь обрезана да и здесь обрезана видите подсушена и вот когда вы это все сделали когда морковь сухая чистая пожалуйста переслаивание хвойными иголками хвойными опилками чешуей чеснока услышьте не лука чеснока очень хорошо работает в сохранении этого корнеплода а еще есть глинование что такое глинование да конечно это глиняная болтушка каждую морковку после того как она высохла когда у нее уже все входы туда зарубцевались обрезанные обмакните в глиняную болтушку посушите ее обмакните еще раз и посушив окончательно аккуратно сложите в ящички и поставьте его свой любимый подвал или подполье хранится она будет безупречно я надеюсь что вы меня услышали значит выбирая морковь на еду там на хранение вы помните что если мы на еду морковку под зиму сеем и рано весной в начале мая сеем это на быструю уже как бы еду и выбирать надо при этом скороспелые сорта если вы под зиму посеете скороспелый сорт да уж конечно у вас морковь будет уже в конце июня уже такие будут хорошенькие морковки а уж в июле то однозначно ее уже полно просто будет и на соки и детям и и на рынок между прочим но если вы хотите морковь все-таки для хранения вырастить большом количестве я вам рекомендую посеять ее с 1 по 10 июня вот тогда она вызреет правильно и многочисленные осенние дожди не заставят ее трескаться и лопаться потому что она не в состоянии перезревания находится и она не выпустит второй раз корни вот из этих чешуек вот эта морковка кстати очень хороша чешуйки вдавлены их не такое большое количество и заметьте серединка у нее небольшая видите когда написано морковь без сердцевины я никогда этому не верю она не может быть без сердцевины она у нее может быть либо маленькая то вот это считается даже очень маленькая ну либо большая но вот этой большой она тоже уж не такая большая самсон соломон ну там они все такие морковки такого плана значит но выбирая среди них вы должны понимать что морковь раннеспелая для хранения не годится вообще никак и чем раньше срок созревания морковки тем она будет слаще понимаете потому что она попадает под самое большое количество солнечных лучей ведь с этим связано сладости томатов и ягод и так далее ремонтантные ягоды между прочим они очень даже хороши когда много солнца в период первого сбора ягод они все сладкие а у ремонтантных второй урожай отодвигается на август сентябрь и сладость уже поверьте не такая хотя тоже классно что я хотела вас спросить а знаете ли вы к чему относится морковь корнеплод ее к фруктам или к овощам да вопрос на засыпку ну конечно все ответили к овощам а вот вы и не угадали это у нас к овощам это мы лапотники как нас называют на западе а вот я вам сейчас расскажу одну историю в португалии варит очень вкусное варенье из морковки и когда португальцы решили что надо всю ес европейское сообщество накормить этим вареньем им сказали нет ребята стоп извините у нас такого варенья нет морковь овощ варенье из нее ну нету таких технических там всяких условий и что вы думаете португальцы настояли чтобы в европейском сообществе морковь называлась фруктом и теперь варенье из моркови ест вся европа вот так просто все оказывается у них но у нас это овощ замечательно мы его любим и готовим всегда хранению большие количества я надеюсь вы запомнили что я вам рассказала чего нельзя а чего нужно для нее и конечно выберите место для посадки все-таки на солнышке морковь не потерпит не тени не полутени от этого она будет коряжистая грубая и очень невкусная то есть солнце главное условие для того чтобы она была вот такой красоткой сорта выбирайте любые только помните раннеспелые на еду и на рынок а позднеспелые в подвал на хранение ну на сегодня про морковку все пока и сеять мы ее будем на спитой чай запоминайте готовьте пакетики и до посева конечно всего доброго и до свидания а